Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своими пустыми баночками. Я надеюсь, что меня видно хорошо, чего не искажается, потому что снимаю на телефон, так как у меня сели все камеры абсолютно, и нужно просто это все снять, потому что действительно я много всего копила, чтобы с вами поделиться, чтобы вам рассказать об этом, а тут нет возможности просто снять, потому что пока у меня это все зарядится, а я завтра уезжаю, и в баночки у меня нет возможности куда-то впихнуть в чемодан. Я надеюсь, что вас не будет особо напрягать качество видео, я как-то попытаюсь его подкорректировать, конечно, во всяких редакторах, но баночек у меня целый пакет, так что вы можете запасаться опять же какой-нибудь едой, вкусняшками, присаживаться, расслабляться. Я сначала покажу те баночки, которые не совсем до конца у меня еще закончились, но в них уже осталось совсем по чуть-чуть всего, и я хочу вам показать их, чтобы не перемешивать со всеми остальными банками. Так, первое, что вам покажу, это то, что у меня не закончилось, это румяна кремовые от Эльф, у них просто сломалась помпа, и они у меня лежали все время, ждали своего часа, я летом и осенью и весной ими не пользуюсь, пользуюсь только зимой. Вот они ждали своего часа до этой зимы, но не дожили, не знаю, что случилось, я особо ими не пользовалась, нигде они у меня не могли повредиться, но помпа, вот я нажимаю ее, а она все как бы сломалась. Это, конечно, печаль, потому что оттенок мне нравится, эти румяна сейчас на мне, и нужно мне идти что-то другое искать в магазин, потому что я без кремовых текстур зимой не могу. Также у меня почти подошел к концу мой любимый консилер от Maybelline, который называется Better Skin в 0,2 оттенке, обожаю его, у меня уже есть на прозапас тюбик, который я скоро все-таки начну. Также у меня подходит к концу вот такой вот крем для ног от 100 рецептов красоты. Почему я так долго его использовала? Потому что я параллельно использовала и лосьоны для тела, некоторые аптечные крема, например, такие как Bora Plus, и использовала вот этот крем Вечер тоже на пятки. Этот крем мне очень понравился, у него замечательный запах, он просто замечательно увлажняет, намного лучше, чем от The Body Shop. Я, честно скажу, я его использовала и как крем для рук, и как крем для ног, и просто какие-то сухие участки я им смазывала. Обалденный крем, увижу еще, куплю обязательно. Также я покажу вам вот такой крем Вечер. Покажу его, потому что я его дамажу обязательно на ноги, как раз до отъезда, я думаю, мне его хватит. Чудесный крем, также под глаза можно наносить. В общем, я его советую, и периодически сама буду его покупать, потому что он очень дешевый, хватает его надолго за счет того, что он жирный. Также у меня подходит к концу, осталось здесь на один раз, вот такой вот крем, это крем от Олеси Мустаевой. У меня это был крем с кислотами, крем ночной для лица с поликислотами. Я его показывала в покупках, там о нем тщательно все рассказывала. Сейчас могу только подвести итоги, что это замечательный крем. Я его еще буду покупать однозначно, особенно вот именно в зимний период такой, осенний-зимний. Также у меня подходит к концу крем для век от Олеси Мустаевой. Это крем для век номер 8. Я тоже от него была в восторге и есть. Я также буду периодически, если буду набредать на эту косметику, буду покупать его. Хватает его очень надолго. Я им пользуюсь уже, чтобы не соврать, наверное, года пола, может даже больше. Крем такой средней густоты, средней плотности, но распределяя его по векам, его много не нужно. Вы, получается, берете совсем граммулечку, и он дает максимальное, мне кажется, увлажнение. На ночь я его даже использовала, и утром просыпалась, у меня ухоженная кожа под глазами. Конечно, от темных кругов он не помогает. Допустим, если вот такой вот крем Вечер, он высветляет немножко эту область, то этот крем не высветляет, он просто действительно ухаживает. Также у меня подходит к концу вот такое вот средство для умывания. Я его показывала в покупках. Я также о нем все рассказала в покупках, потому что на тот момент я его очень хорошо протестировала. Мне не понравилось, я покупать его больше не буду, и советовать тоже никому не могу. Если вам нравится ядреная отдушка, понтин прави на вашем лице и во рту, и вас устраивает то, что вы за средство отдаете 500 рублей, а оно вам служит буквально там максимум полтора-два месяца, то в принципе можете приобрести. Но я лично не буду прибегать к такому средству, потому что меня оно не совсем устраивало. Также я в покупках показывала вот такую вот вещь от ВИТ, крем для депиляции в душе. Шло в комплекте с вот такой вот губкой. Я думаю, многие брали, многие пробовали, но я попробовала первый раз. Здесь 135 миллилитров. Этой упаковки мне хватило просто на ноги и на еще одну область, недалеко от ног. Но что хочу сказать, мне не помогло. Либо у меня слишком толстые волосы, такие крепкие луковицы, наверное. Процентов 50, наверное, этот крем продепилировала. Остальное все осталось и пришлось одобревать. Честно, не советую и больше покупать не буду. Если у вас, конечно, очень тонкие волосы, они практически даже особо незаметны на ваших ногах, на других частях тела, то я могу посоветовать. Если у вас такие же, тоже густые, пористые и такие вот жесткие волосы, то эта вещь вам абсолютно не поможет. Ну и перейдем к именно уже пустым баночкам. Все, что я закончила. И я по традиции начну с средств для волос. Закончился у меня вот такой вот шампунь от Натура Сибирика. Это первый шампунь, который я пробовала от Натура Сибирика с облепихой, который идет. И да, он натуральный, он такой же натуральный, как и все остальные, которые я пробовала до этого. Они меньше пенятся, они не слишком хорошо промывают кожу головы, допустим, с первого раза. Сначала мне этот шампунь очень понравился, потому что волосы мои какие-то были легкие, у меня не чесалась кожа головы, у меня все было хорошо, но когда шампунь дошел до половины до использования, то у меня появилась перхоть. Вот честно, ну вот как? Я не знаю. Поэтому я больше именно от Натура Сибирика, ну по крайней мере, вот этот шампунь я брать не буду. Здесь, во-первых, большой объем, 400 миллилитров, мне кажется, можно было бы сделать у них объемы поменьше, тоже для таких вот, как я, у меня быстро кожа привыкает, вот на половине у меня уже все, как бы, пошла антиреакция. Здесь написано, что это питание и восстановление, да, на половине использования у меня уже стали жирниться чаще волосы, именно кожа головы, хотя до этого у меня прям легкость такая была, я прям не ощущала волосы абсолютно. И эффект ламинирования, нет, я ничего такого не заметила, волосы даже с ним не блестели, поэтому не знаю, какое здесь ламинирование. Также у меня с этим шампунем в использовании была вот такая вот маска, что ли, да, маска для волос Красота и Сила с крапивой за одну минуту, чистая линия. Я не пробовала такие маски, вот, одноминутные, решила как-то попробовать. И, честно сказать, вот именно серия сама крапивы, она мне не подходит. Она подсушивает мои волосы, она делает их жесткими, то же самое делала маска. Она не смягчала, ничего не делала, они становились немножко гладкими, но буквально смываешь эту маску и все, как бы гладко. Также у меня закончился бальзам, первый от Эльсе, Флореаль. Это тот, который фито, нет, фибрология. Я довольна этим бальзамом, он смягчает, хорошо распутывает волосы, он замечательно пахнет. Кстати, вот эта серия мне как-то по запаху больше нравится, чем черная, потому что я взяла черный шампунь и как-то запах у него немножко мне непонятен. Но вот эта серия, вот именно шампунь и бальзам мне очень понравились, они спасли мою перхоть, они спасли меня от перхоти в свое время после вот шампуня Натура Сибирика. Так что... И перейдем к лицу, хочу показать вам средство для умывания, которое у меня закончилось. это средство от Lush под названием Ангел. Я от него просто была в восторге. Если увижу, еще буду покупать. Пока просто делаю передышки такие, и у меня в принципе есть чем пока пользоваться. Да, пользую то, что есть, и когда у меня закончатся предыдущие мои умывалки, то обязательно куплю эту. Она, конечно, не смывает макияж с глаз, ничего. Если, допустим, иметь вот такую вот умывалку, которую можно использовать на глаза, смывать макияж, то потом вы проходитесь вот таким вот ягодом. Такой средний скраб, пилинг, такая нежная текстура. После него у меня кожа была просто мягкая, такая, как действительно у младенца, и это блаженство было. Так что я советую использовать его поначалу, да, было непривычно, доставать вот эти кусочки, размягчать их с водой, да, потом наносить. Но потом я приноровилась, и не возникало никаких проблем при использовании. Я просто вот постоянно его использовала и утром, и вечером, и рука постоянно к нему тянулась. Также у меня подошел к концу, так сказать, использование спонж от за бодишок. Я люблю лично эти спонжи, они мне очень нравятся. У меня уже на прозапас лежит один. Этот спонж мне нравится больше использовать именно летом. Губка сама по себе такая вот с эффектом скраба, что ли, я не знаю, она такая поначалу вообще жесткая прям, но потом она немножко становится помягче, сама губка, но все равно эффект хорошей, чистой кожи. Я просто зимой не люблю такие жесткие вещи, поэтому пользуюсь ими в теплое время. Но могу посоветовать, я лично в восторге от этих спонжей, как первый раз попробовала, так вот пользуюсь по сей день. Также у меня подошла к концу глина, здесь в упаковке шло два пакетика, у меня остался один пакетик, я его просто с собой заберу, так, без коробки. Закончилось, мне нравится, вот черная мне нравится больше. Я пробовала розовую глину, красную, голубую и черную, белую не пробовала, по-моему, да, и мне по действию понравилось больше именно очищение, действие очищения, мне понравилось больше черная глина. Она, конечно, подойдет больше, наверное, на такой вот более-менее теплый период. На зиму я советую вам розовую глину, либо использовать ту же красную глину, лучше, конечно, розовую, потому что она идет с таким немножко увлажняющим эффектом и она очищает кожу не так, как черная, она очищает ну так light и она не подсушивает эта глина кожу, поэтому я ее могу советовать для какой-то может быть чувствительной, может быть для сухой кожи использовать в любое время года именно розовую глину. Действие у таких масок намного бывает даже лучше, чем у всяких разрекламированных готовых масок. Также у меня закончились, ну вернее остались две полоски еще, я их просто с собой возьму и уже показывать вам их не буду. Показываю коробку, это очищающие полоски от Кетуа фирма, ну не знаю, мне понравились, я бы не сказала, что они совсем ничего не делают, потому что видела недавно у некоторых девочек тоже обзоры, что эти полоски совсем ничего не делают, честно я делаю все по инструкции как положено, я смачиваю нос, ну вернее я умылась все, я смыла маску с лица, да, и потом у меня просто мокрое лицо, я беру просто сразу эту полоску, налепляю на нос, она немножко так промокает, и хожу 10 минут, а то бывает и больше, пока высохнет сама полоска, вот эта вот, которая промокла, и потом просто отдираю ее, прям, я не знаю, с таким усилием, потому что она очень тяжело оттирается, и вижу на самой полоске вот эти вот черные мои точки, еще у меня как бы не закончилось, но покажу сейчас, и здесь уже по отъезду выброшу, чтобы, в общем, не не таскать с собой, потому что у меня нет ни футляра, ничего, зубную щетку покажу, конечно, может быть неэстетично это, но я показывала, что я покупала зубную щетку от Рокс, она там шла что-то в районе 200 рублей, и она с таким вот небольшим срезом, честно вам скажу, она очень мягкая, именно сами щетины щетки, они очень мягкие, и мне поначалу было непривычно, потому что я привыкла более жесткими счищать грязь зубов, да, счищать налет, и показалось вообще, что эта щетка ничего не делает, но потом, честно вам скажу, мне так понравилось, она хорошо прочищает зубы, за счет того, что она мягкая, и вот эти щетинки, они прям отовсюду достают эту грязь, всю вот эту вот ненужность, которая нам не нужна в полости рта, мягкие, мягкие, щетки, это не мое, сразу скажу, и не знаю, советовать ее или нет, я могу посоветовать только тем, у кого чувствительные десна, потому что она их не травмирует никак, она очень хорошая для вот чувствительных каких-то зубов, десен, и просто для чувствительных людей, которые не любят раздирать свой рот, там, или не любят жесткие такие вот щетки, выглядела она вот так, если вам понравилось, то можете приобрести, попробовать, также у меня еще закончилась вот такая зубная паста, еле добила ее, потому что запах у нее, не знаю, мне жуками какими-то отдает, знаете, которых бывает раздавишь, а они пахнут молоком, вот что-то такое, не знаю, странное, она была белая, вообще без каких-то примесей вкраплений, здесь написано, что здесь три шага, да, это антикариес, второй шаг отбеливания и третий свежесть, я не могу сказать, что эта зубная паста как-то что-то сделала с моими зубами, как-то отбелила их, либо хотя бы просто продлевала свежесть полости рта, вообще ничего не делала, чисто так пользовалась, лишь бы допользовать, также у меня закончилась зубная нить, я во влоге как-то упоминала, что она у меня внезапно закончилась, зубная нить от сплат, я даже коробочку сохранила, чтобы вам показать, как это выглядело, она у меня была вощенная и с запахом или как это, ароматизатором до клубники, здесь было 30 метров и хватило мне, опять же повторюсь, надолго, на год практически и если увижу еще, обязательно буду брать, сейчас у меня есть другая нить, но честно, она не такая, как эта, это была потолще сама нить, и она прям именно хорошо прочищала вот эти вот межзубное пространство, но вот эта, которая у меня сейчас есть от Oral-B, она намного тоньше этой нити, и все равно когда прочищаешь ею нужно немножко так туда-сюда повозюкать, чтобы именно конкретно прочистить, это мне, конечно, нравится больше, еще покажу вот такой вот крем, я его показывала как-то в покупках, отбеливающий крем от Himalaya, я говорила, что это крем вообще абсолютно ничего не делал с моим лицом, плюс ко всему он жутко вонял, мне это не нравилось, причем таким дешевым, дешевым кремом, хотя вот этот тюбик стоил что-то в районе 200 рублей по-моему, я считаю он этого не стоит абсолютно, также у меня закончилось масло кокосовое от так, это ботаника по-моему, да, от ботаника, я говорила уже, что у меня какая-то бракованная баночка попалась, здесь были по бокам трещины и он по большей части выливался у меня, я из-за этого его держала в холодильнике, чтобы он у меня никуда не вытекал, замерзший был, ну, в плане того, что он застывший был, эту фирму ботаника я могу посоветовать, у них хорошие масла, мне очень нравятся, от этой фирмы масла, которую я пробовала, я действительно вижу, что они что-то делают, вот допустим, миндальное масло я брала от этой фирмы, я сразу ощущала, как у меня подтягивается кожа лица, кокосовое масло, я использовала и на волосы, и кутику им смазывала, и маски делала для лица, и просто использовала на ночь на лицо, я также видела результат, также видела, что у меня кожа под глазами питается, что кожа лица также подпитанная у меня, не знаю, мне масла от ботаника очень нравятся, так что могу посоветовать, также у меня закончился пробник, был крем питательного от Lush, мне понравился, он, конечно, не дешевый, он стоит что-то тысячу с чем-то, этот крем полноразмерный, небольшое обширное количество каких-то кремов, я знаю, есть у них питательный для лица, увлажняющий, и, по-моему, для жирной комбинированной кожи, вот питательный мне понравился, не знаю, как именно в зиму, но я его пробовала осенью, когда уже было значительно холодно, и мне понравилось, у меня с лицом ничего не было, в плане того, что бывает крем, когда недостаточно увлажняет и питает, то лицо как-то начинает пересыхать, и это заметно, с этим кремом у меня ничего не было, может быть, не знаю, когда-нибудь раскошелюсь и куплю его полноразмерный, но, честно, как-то дороговато, и жаба давит, но могу посоветовать питательный крем от Lush. Также у меня закончились средства для тела, я покажу вот такую губку, она мне очень долго служила, верой и правдой, и покупала я ее, по-моему, в 7 дней, не знаю, я ею довольна была, она такая вот как мочалка, как пилинг, скраб, в общем, заменяла мне все три средства, также у меня закончился скраб от Organic Shop, он у меня уже давным-давно закончился, просто показываю сейчас пустую баночку, потому что в этой баночке я себе делала скраб домашнего приготовления, солевой, и не могла вам просто показать эту банку, у меня был этот скраб с ванилью и медом, запах, конечно, бомбезный, суперский, он до сих пор остался в упаковке, хотя уже здесь столько скрабов поперебывало, но все равно упаковка пахнет, я не пробовала их знаменитый кофейный скраб, и не знаю, попробую или нет, потому что я как-то стала использовать больше домашние скрабы и изготовлять их сама, потому что мне кажется, вот это, мне кажется, на эти скрабы завышена цена, они, конечно, хорошие, все, но домашний скраб солевой, который я делаю сама, ничуть не хуже, так зачем платить больше, также у меня закончились для тела продукты, это с фикс прайс вот такой вот лосьон, был, восстанавливает и увлажняет кожу, не лосьон, а крем для рук, но я его использовала, потому что его здесь очень много, и для тела, и для рук, и, в общем, для всего-всего, мне увлажнения было недостаточно, и, честно, запах вот этот ромашки, он какой-то здесь странный был, и как-то отталкивал даже иногда, благо он держался недолго, и также закончился, как-то где-то дарили какие-то наборы, вот такой вот мужской бальзам вообще для лица после бритья, но я его использовала, честно скажу, после бритья на ноги, что мне не нравилось, это вот этот вот мужской аромат, который везде одинаковый, благо он тоже быстро выветривался, и смягчать он кожу не смягчал, что он должен делать, я не знаю, раз это бальзам, значит, он должен как-то смягчить кожу, да, увлажнить, предотвратить шелушение, у меня, конечно, кожа с ним не шелушилась на ногах, но когда его наносишь, неприятно, абсолютно, потому что текстура у него липкая, у меня ноги липкие были, я не могла после этого сразу одеть домашнюю одежду какую-то, еще у меня закончились два масла, одно масло у меня было там уже на дне, я его перелила в такую travel версию, да, в мини упаковку, это масло, которое удерживает до 10 раз больше влаги, это классическая версия, и закончилось у меня масло также, вот это вот фиолетовое, которое перед сном наносится, я вообще в восторге от этих масел, я их очень люблю, очень даже советую, если не для детей, то для себя, летом я просто обожаю эти масла, сейчас зимой я их не так использую, потому что у меня есть смываемый бальзам, который я использую, который меня спас от шелушения кожи, это масло тоже хорошо спасало бы от шелушения, но мне его неудобно было наносить, потому что шелушинки эти скатывались, и в общем не очень это как-то мне приносило какое-то эстетическое удовольствие, а когда бальзам на мокрое тело наносишь, как-то этих шелушинок не ощущается, и как-то это меня не напрягало, поэтому я пока использую смываемый бальзам, а вот это масло немножко забросило, потому что я его люблю больше на идеальную кожу использовать, особенно летом, когда ножки такие более-менее загорелые, да, и смазывать их вот этим маслом, либо тело тоже загорелое смазывать вообще супер, оно такое сразу аппетитное, такое действительно вот как на фотографиях наверное у девушек с купальниками в Victoria's Secret, также у меня закончился крем для рук, это у нас на козьем молоке, обычный, смягчающий, мне он нравился, ничуть не хуже был вот этого вот крема, который идет для ног, но я его использовала, повторюсь, и для рук, и для ног, и для других каких-нибудь частей тела, этот такой же самый практически, у него также приятный запах, такой вот молочный какой-то, да, очень приятный, мне нравился, не знаю, советую, очень бюджетно и хорошо смягчал руки, на зиму, конечно, он не подойдет, я его использовала осенью, и мне нравилось, ну, еще покажу, то, что я выбрасываю, это кисти и спонж, спонж у меня от Арифлейм, я сделаю, наверное, сравнение на спонже, который у меня есть, в общем, да, он, как вы видите, весь потрескался, я когда вначале начала им пользоваться, то, как-то особо его не поняла, потом забросила, и вот недавно его, ну, как недавно, месяца три назад я его достала и начала мыть, и у меня пошла одна трещина, потом, со временем я им пользовалась, и все время мыла, и мыла, и мыла его, и он у меня просто весь полностью потрескался, жалко, конечно, мне он очень нравился, потому что он мягкий, он действительно похож немножко по действию, я не знаю, как, конечно, оригинал действует, но он также увеличивался в размерах, он такой же мягкий, как вот описывают оригинал, да, другие, которые я приобретала, они по действию немножко не такие, я, конечно, хочу сделать сравнение отдельное, поэтому пока его выбрасывать не буду, но он такой грязный, я его уже не стирала, потому что, ну, смысл, если я его выбрасываю, правильно, и еще покажу вам кисти, от которых я хочу избавиться, потому что я купила новые, я, в принципе, и покупала новые на замену вот этим, потому что им уже очень много времени, и многие уже просто вот отжили свое, поэтому, я понимаю, можно подклеить все, но эти кисти, они уже сами по себе уже не фонтан, я вижу, что нужно их заменить, что нужно, нужно что-то новое, вот поэтому я и приобрела новые кисти, вот это вот какая-то, а, это кисть от Мальвы, она была такая, как бочонок растушевочный, я ею и хайлайтеры сухие наносила, и тени растушевывала, в общем, суперская кисть была, вот эта кисть для теней от Арифлейм, она вот такая вот, она хорошая, мягкая, хорошо наносит тени, мне нравилось, но клеить не хочу, так как она у меня уже давно, и у меня еще одна кисть такая есть, еще вот такая вот кисть у меня от Мальвы, я ею консилеры наносила, потому что она синтетическая, тоже на замену я уже ей приобрела кисть для консилера, поэтому она мне не нужна, еще также кисть для консилера от Триумф, такая же, синтетическая, была моя самая любимая кисть, потому что она такая тонкая, у нее тонкие волоски, и она очень хорошо наносила их, очень хорошо растушевывала сам консилер, мне очень нравилось, особенно какие-то недостатки замазывать, маскировать ей вообще супер было, еще вот такая кисть, это у меня Профессионал Браш 1110, в общем, я даже не знаю, что это за фирма, тоже синтетическая, она мягкая очень была, ею можно как и тени обычные наносить, и консилер, такая тоже универсальная была, но она вот тоже сломалась, и не хочу, короче, это тоже кисть шатается, здесь вот прокручивается тоже от Мальвы, скошенная для прорисовки стрелок, я стрелки уже не рисую давным-давно, поэтому смысл в этой кисти, смысла нет, правильно? Я не знаю, насколько длинное получится видео, я хочу еще показать вам пустые баночки таких средств для дома, вот, и посоветовать кое-что хочу, допустим, у меня закончилось вот такое вот средство от Airwick, это средство два в одном, вообще, как здесь заявлено, это спрей для воздуха, да, такой с приятным немножко ароматом, здесь аромат альпийский лук называется, и это средство такое два в одном, это как и освежитель воздуха, и такой вот смягчитель, и освежитель белья, если белье у вас не пахнет, то можно было сбрызнуть его, там, допустим, я любила застилать постель, да, чистым, постиранным комплектом, и взбрызгивать вот этой вот штучкой, мне очень нравилось это, также еще могу показать вот такое вот средство от Lenore, у меня есть еще несколько вариантов, вот, допустим, еще вот такой вот у меня есть с запахом летнего дня, и вот такой вот самый мой любимый, потому что здесь запах такой самый ядреный и самый такой более-менее приятный, это у меня альпийские тоже луга, и здесь уже идет концентрат, он держит запах до 4 раз дольше, поэтому самый такой вот ядреный запах, и действительно, когда использовала вот этот вот кондиционер, белье пахло очень долго, все кондиционеры, которые я показала до этого, они все очень приятно пахнут, но вот этот мне понравился намного больше, также я попробовала капсулы, такие стиральные, у меня были капсулы Ариэль и Персил, я вообще была в восторге от них, это такие вот маленькие капсулы, которые кидаешь барабан и стираешь шерсткие порошки такие жидкие в капсулах мне понравились я не знаю может быть приобрету я могу их посоветовать потому что вещи пахли действительно вот чистотой какой-то ну и осталось у меня мыло которое я вам хотела показать то что мне именно нравится это сейфгард я его обожаю во всех его вариациях каких-нибудь у меня допустим вот было с витамином Е очень приятное такое не пересушивала руки и я вот брала сейчас мы пользуемся сила свежести она очень похожа на классическую версию вот эта версия немножко может подсушивать руки но я после мытья рук наношу обычно крем таким тонким слоем и все идеально мне нравятся их запахи мне нравится думать что они действительно убивают микробы я надеюсь на это поэтому я люблю это мыло ну а на тело мы используем зачастую вот такое детское мыло мне нравится ушастый нянь я брала у нас его и в Украине и здесь мне оно нравится так что советую еще хочу показать вот такое мыло я брала это упаковка здесь было 5 штук по 75 грамм камей очень приятный запах такой цитрусовый здесь хочу показать хозяйственное мыло может быть многие забыли про это но есть такие мыло продаются тоже в 5х5 также в любом мне кажется магазине они продаются мне очень нравится этим мылом застирывать какие-то пятна очень хорошо это мыло справляется с грязью вот на таких спонжах потому что вымывает все абсолютно все не нужны никакие специальные мыло для вот таких спонжей которые стоят по полторы тысячи вот три копейки и спонж ваш будет блестеть скрипеть ну а то что не советую это вот такие вот мыло от фреш я показывала как-то тоже во влоге их и говорила что они что они нехорошие составы у них плохие запахи у них странные хотя я думала вот да тут прям взрыв такой именно каких-то фруктов да но на самом деле они не пахнут вообще ничем абсолютно они не очень приятные они пересушивали руки не знаю мне не очень они понравились вот такие не советую это все пустые баночки которые я вам хотела показать надеюсь ничего не забыла надеюсь я вас не утомила своей болтовнёй и все вам нравится ну а я с вами прощаюсь увидимся обязательно в следующих видео всех целую обнимаю и пока-пока